В Ниинском округе активно внедряется практика по заключению социальных контрактов. Такая мероподдержка для людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, действует на территории региона с 2017 года. Регионы, активно внедряющие практику по заключению социального контракта, смогут рассчитывать на поддержку из федерального бюджета на условиях софинансирования. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По его словам, социальный контракт – одна из эффективных мер поддержки, с помощью которой люди могут выйти из тяжелой жизненной ситуации. Человек, который берет эти ресурсы, он на себя берет одновременные и определенные обязательства пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать это. По оценкам, за пять лет такой поддержки смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. В Ниньском автономном округе такая мера поддержки действует с 2017 года. По данным регионального департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, с конца 2017 года таким правом воспользовались 20 семей, им было выплачено свыше 460 тысяч рублей. В 2018 году заключено 99 социальных контракта на общую сумму 7,7 миллиона рублей. Социальный контракт заключается с малоимущими и одиноко проживающими гражданами, чей доход на одного члена семьи не превышает размера одного прожиточного минимума, утвержденного в Ниньском округе. Максимальный размер государственной социальной помощи по соцконтракту составляет 100 тысяч рублей. Мы долго очень рассуждали с руководством региона, в каком виде должен быть социальный контракт, ведь потому что до этого существовала точечная мера поддержки 5 тысяч. Понятно, что это временная передышка для семей, и она не решает глобально того состояния, и как раз не выводит из той очень сложной жизненной ситуации семью, когда это 5 тысяч. Понятно, что меры адресности с 2016 года были введены, адресность и нуждаемость была учтена, поэтому стали приниматься меры, именно те, которые позволили бы комплексно семью поддержать и вывести из сложной жизненной ситуации. Был принят размер до 100 тысяч. Как правило, средства выплачиваются на следующие нужды. Оленеводам – наведение хозяйственной деятельности, многодетным семьям на приобретение мебели школьникам, столы, стулья и прочее. Прохождение медосмотра для устройства на работу, переподготовку, переобучение безработных, погашение задолженности за детский сад. Стоит отметить, что при заключении каждого социального контракта применяется индивидуальный подход. В каждой сложной ситуации разрабатывается адресная программа выхода из нее. На 2019 год в региональной казне на эти цели предусмотрено 7 миллионов рублей.